Не с кем пройти кооператив? Или тебе одиноко в мультиплеере? Тогда присоединяйся к новой социальной сети для геймеров. Парня, девушку и других интересных людей ты легко отыщешь по параметрам из игр, консолей и не только. Заходи же к нам в новый мир для геймеров. Верхний респ Проигрывает нижнему по причине того, что нижний респ быстрее занимает вот эти вот так называемые штаны. А кто их занимает, тот получает преимущество. Нет, он не выигрывает бой, но получает преимущество и очень значительное. Я здесь играю на 110, один из первых боев на нем. Ну, в принципе, такой танчик не сильно быстрый, помедленнее ИСа 3, немного неповоротливый, но обладает неплохой броней и относительно неплохой пушкой. Вот, значит, что здесь у нас? Во-первых, в сетапе у противника 2.50-100. Это самые два опасных противника. По причине их высокой скорости, даже не барабана. То есть они вот сейчас вот могут взять и занять это плато, эти штаны. Ну, вот один из них это делает, но жадничает, пытается разобрать альфа-тапка, в итоге отправляется в ангар. Собственно, что? Наверх успел заскочить Т-71. Соответственно, если заскочил Т-71, значит, больше никто не успел заскочить, потому что быстрых танков у противника особенно и нет. Это был 71, был 50-100, вот не знаю, где второй 50-100 у них. Ну, в общем-то, это не имеет особенного значения, потому что здесь нужно поддавливать. Воспользовавшись тем, что противники тупят, я здесь резко вскакиваю вот в эту вот ложбинку. Я бы так не сделал, если бы была арта, она бы меня тут приголубила очень быстро. Но так как ее нет, я владею офигенным преимуществом, потому что я здесь могу танковать от башни. А в башню 110-го пробить, ну, не так уж и просто. Ну, можно, конечно, голду зарядить, но... Ну, как видите. Как видите, пока не пробивает. Ой, как больно, фугасом на 30. Ну, в общем, смысл в чем? Обратите внимание. Я подъехал сюда, соответственно, я увлек за собой вот этих вот ребят. Они бы тут так и тусовались, они бы прижались бы и стояли бы тут, смотрели. Кроме того, я оказываю ассист вот этому тигру, который очень сильно раздражает этого ИСа-3, потому что он поджался с этой стороны горки и постоянно его светит. Кроме того, наш Центурион умудрился туда заскочить. Это замечательно просто. Жалко, что 71-й сбежал. Ну, во всяком случае, если Центурион не будет тупить, то он может хорошо тут постреливать по ИСу-3. Обратим внимание. Противники целой огромной толпой поехали сюда. И остались кое-кто на базе. Это фейл. Это ошибка. Ни в коем случае на этой карте нельзя стоять на базе. И ехать сюда тем более, пока ты не уверен, что плата твоя. Ни в коем случае сюда нельзя ехать, пока ты в этом не уверен. Ну, наши, правда, тоже тут, надо признаться, такой компанией поехали. Ну, в общем, смысл в том, что если поехать бодрым рашем сюда и занять штаны, то это, считайте, взял и разбился. Просто, просто, просто жжет, чувак. Дело в том, что если поехать занять эти вот штаны всей компании, то все, считайте, что вы процентов на 80-90 вы победили. Надо, конечно, чтобы кто-то тогда на базе остался, там, прикрывал, чтобы не захватили. И, собственно, на этом все. Потому что, потому что других направлений на этой карте нет. Они, вернее, есть, но они абсолютно бесполезные. Они бесцельные. По плата, вот поэтому плата зарашить, ну, можно, по идее. Но это получится у вас, там, в одном случае, там, из пяти. Реально, таких случаев бывает крайне мало. Вот. А этот сектор, если его отжать, то, ну, считайте, что все. Хотя у нас счет не такой уж радужный. У нас счет всего-навсего 4-3. Но, но я вижу перспективу. Обратите внимание. Вот этих вот, ребят, продавить некому. Вот эти вот, как бы они там ни ехали, они ничего не сделают вот этим четверым, во-первых. Во-вторых, у нас здесь стоит КВ-4. Он подсвечивает, ну, может быть, даже вот так вот. То есть, его нужно убить, чтобы сюда проехать. Кроме того, у нас наверху стоит Центурион. Если он не дурак, то он подсветит, опять-таки, центр. Который вот здесь вот. Если он здесь кого-то высветит, то эти ребята начнут резко по ним стрелять. То есть, проехать на базу по прямой или вот так, шансов у противника практически нет. Вернее, есть, но очень мало. Здесь, здесь остается вот только противников добивать. Собственно, все, больше ничего. Вот. КВ-4 танкую башней опять. Ничего мне сделать не может совершенно. Я ему настреливаю. Правда, голдой. Ну, мне как-то уже по этому поводу. Я по этому поводу совершенно не переживаю. Потому что я, в принципе, играю на результат. Акция сейчас. И поэтому... Как только я вижу девятые уровни, тяжелый сетап. В основном тяжи. Поэтому я заряжаю голду и не парюсь. Премиум аккаунт не дает мне уходить. Там сильный минус. Ну, вот. А нафармить я серебро всегда могу. Это не есть проблема. Подставляюсь под Т-32 корпусом. Ну, соответственно, он меня сразу же пробивает. КВ-4 очередной на меня не смотрит. Но вот углы вертикальной наводки не позволяют в него попасть. То есть, как бы углов нету. Поэтому нужно как-то вот туда-сюда ездить. Пытаться задрать хвост, чтобы... Чтобы опустилась дула. Скажем так. Ну, вот. Ребята поджались. Вот они простояли здесь весь бой. Ничего не сделали. И отправились в ангар просто ни за что. Просто потому, что они здесь ничего не сделали хорошего. Вот, собственно... Это разрыв. Это просто разрыв. В моронном месте. Оставшиеся... Опять-таки... Ну, здесь уже просто добивание. Ну, вот обратите внимание. Как я и говорил. Этим ничего не сделали. Как было четверо, так и осталось. Этому КВ-4 мы тоже ничего не сделали. Двое наших на горе сверху. Все. Они в ловушке. То есть, там... Я понимаю, что счет 9-3 вытащить очень сложно. Но у них вообще никаких вариантов нет. Вот, наконец-то хомяк вылез. Где ж ты был все это время, когда погибали твои товарищи? Здесь, конечно, не хватает немножко перезарядочки. Разряжает он у меня два выстрела. Ну, как-то странно, что он меня даже пробивает. С бронепробитием у него ББшками проблема. Ну, вот. Простоял 50-100 на базе. Ничего не сделал. Отправился в ангар. С кем-то там поперестреливался какое-то время. Ну, и, собственно, все. Это все, что он смог сделать. КТ тоже самое. Все остальные тоже самое. То есть, ну, вот меня просто поражает. В сетапе нет арты. То есть, ну, это же читается легко. Посмотрел сетап. Нет арты. Практически нет ПТ. Да нет ПТ. Одна ПТшка и та. Седьмого уровня. Ну, восьмого. Ладно, вру. Одни тяжи. Ну, так едь туда, куда положено тяжем. И, в принципе, вытягивают в победу. Но нет, надо все равно поехать туда, куда не надо. Надо поехать в поле. У меня просто кошмарят иногда такие команды. Когда берешь и сливаешь подряд, там, скажем, 7-8 боев. Из них, там, 5-6 основных калибров имеешь. Понимаешь, что кроме тебя в этой команде никто головой думать не умеет. Я не хочу хвалить себя. Я не хочу кого-то унижать. Но, ребят, каждый раз, когда вы заходите в бой, смотрите в сетап. Смотрите, что происходит на карте. И тогда у вас просто победа в кармане. Если все 15 союзников будут смотреть в сетап и думать, где он будет максимально полезен при таком сетапе на этой карте, на этом респе, то у вас будет, ну, если не 100, то 90% побед вам гарантировано. А так, конечно, да. Так, конечно, рандомчик. Ну, собственно, на этом все. Я думаю, мы к этой карте еще вернемся как-нибудь. На, скажем так, при более тяжелом случае, чем в данном. Ну, собственно, а пока... Пока! Субтитры подогнал «Симон»!